Всем привет! Это Тим Ризу. Нас часто спрашивают, как мы разминаемся и заминаемся. Мы очень рады, что вы вообще об этом задумываетесь. Я знаю немало примеров, когда люди пренебрегали этим и к 20 годам приобретали такие хронические боли, что не могли больше продолжать заниматься спортом. Начнем с разминки. Каких правил придерживаемся лично мы? Первое. Разминка должна длиться не менее 30 минут, а то иногда и 60 минут. Второе. Разминаемся обязательно до пота, потому что не только мышцы, но и суставы должны прогреться. И третье. Мы прорабатываем слабые места, о которых сегодня и пойдет речь. Например, у Жени очень много триггеров из-за перетренированности. Перед каждой тренировкой он не менее 30 минут раскатывается, еще раз раскатывается и разбивается. Но об этом речь пойдет в следующем видео. В моем случае это галики. Сустав, соединяющий голень и стопу. К сожалению, я не смогла запомнить 4 цифры, поэтому я прочитаю. Каждая стопа состоит из 19 мышц, 26 костей, 33 суставов и 107 связок сухожилий и нервов. Во время приземления и бега нагрузка может достигать 120-250% от массы тела. А теперь, зная, какое сложное строение имеет стопа и какие нагрузки может испытывать эта часть тела, задумайтесь, как часто вы прорабатываете этот сустав. Первое, что можно делать в разминке ежедневно, это различные виды ходьбы. Продвигаемся вперед за счет работы пальцев стопы. Не торопитесь, старайтесь максимально сгибать пальцы, тем самым протаскивая стопу вперед. Раздвигаем пятки, выравниваем стопы. Подтягиваем пятки, возвращаемся в исходное положение. В обратную сторону задаем движение носками. Перекатываемся с пятки на носок плавно, не торопясь. На носке в наивысшей точке стараемся удерживаться около секунды. Максимально высоко поднимаемся на носки и шагаем так, пока не почувствуете жжение в икрах. Максимально натягиваем носок на себя и ходим вперед и назад, пока не почувствуете жжение в голени. Встаем на внешнее ребро стопы и идем вперед к победам. Второе. Это упражнение на баланс. Можно делать как на сфере для продвинутого уровня и без сферы. Раскладывайте любые предметы вокруг себя, крест-накрест и две диагонали. И стоя на одной ноге, каждый предмет поднимаете и опускаете. Один сет – это правая рука нога, левая рука нога, разноименная, разноименная. При опускании и поднимании старайтесь держать спину ровно, не зажимайтесь. Коленостоп и колено должны балансировать, ловить волну. И еще одно упражнение, которое я хочу посоветовать. Встаете вот в такую позу из йоги, вытягивайтесь наверх и медленно переводите взгляд в потолок и обратно. Ну и классика – упражнение со жгутом. Мне лично иногда очень лень их делать, но если у вас явные проблемы с голеностопом, либо вы восстанавливаетесь после травмы – обязательно. Прорабатываем внутреннюю сторону. Носок от себя, уводим стопу в сторону до максимума. Носок на себя, уводим стопу в сторону также до максимума. Тот же принцип для внешней стороны. Каждое упражнение делаем не менее 15 раз. Если слишком легко, берем более жесткий жгут, либо увеличиваем количество повторений. Все эти упражнения полезно делать и в начале, и в конце тренировки, и когда вы находитесь на карантине, и вам нечего делать. Надеюсь, было полезно. Если есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Спасибо за просмотры. Фу, ты руки свои поцеловала. Фу, ты руки свои поцеловала.